Добрый день! В студии Евгений Касьянов в аналитической программе «Давайте разберемся». 19 июля сего года завершена громадная восьмимесячная работа правительства Российской Федерации по созданию инициатив социально-экономического развития страны. На совещании у президента 19 числа их представил премьер-министр Михаил Нишустин. Это совершенно необычное предприятие, в корне отличается от того вида планирования, которое у нас до сих пор сложилось в стране. Ранее социально-экономические проблемы пытались решить, каким только не пытались решить способом, а именно следующими. Это через майские указы президента, их было два указа. Это стратегия развития 2020, в двух версиях она была. Это различного рода государственные программы, национальные цели развития были. И это через проектный подход, это национальные проекты, они тоже осуществлялись в двух версиях. Вот такой вот блок социально-экономического планирования. Как это все работало и чем завершилось, судить, наверное, вам. Ну а теперь, вот эти инициативы. Всего их 42, этих инициативы. Деньги под них планируются громадные. На 3-4 года, они вот сжатые сроки будут, 4,6 триллиона. Из них, что важно, 505 миллиардов это госбюджет, 232 миллиарда это фонд национального благосостояния. Остальные деньги за счет так называемых институтов развития, то есть, ну фактически это тоже государственные деньги, и привлечение инвесторов. Вот при этом уже реализуемые государственные программы, национальные проекты затрагиваться не будут. Вот это совершенно новый как бы подход. Идея такая, этот план достаточно быстрых изменений, видимых изменений для граждан и для общества, чтобы граждане общества ощутили, что вот да, у нас есть определенные сдвиги. Работа по подготовке этих 42 инициатив проведена просто невероятная. Отбор шел, начиная с 20-го года, инициатив по таком полузакрытым режиме. Но никто, конечно, ничего не скрывал, но особо эксперты общества к этому не привлекались. Отобраны были, вот я уже еще раз говорю, 42 инициативы из 250 предложенных. Правительство провело по отбору и обсуждению этих инициатив около тысячи совещаний. Вот такая вот работа. Какие принципы отбора? А принципы, еще раз вернусь, следующие. Эти проекты должны быть исполнены в короткие сроки, с видимо, для граждан и общества результатов. Они должны быть значимыми, то есть это достаточно такие крупные проекты должны быть. И они не должны дублировать уже те проекты, которые считаются по национальным проектам и по линии госпрограмм. Вот так. Так вот, давайте разберемся. Здесь пять блоков проектов. Пять блоков. Первый блок, самый большой, это социальный блок, 10 проектов. Госбюджет предусматривает финансирование 237 миллиардов рублей. Фонды национального благосостояния средств здесь не используются. Что здесь? Это бесплатное посещение молодежи и культурных мероприятий. 17 миллионов посещений. Ну, сами по себе мероприятие платное, просто для молодежи, видимо, специально отобранное. Будет, как бы, предоставляться бесплатное посещение вот этих мероприятий. Ну, опера там и так далее. Следующий блок, вот с моей точки зрения, он чрезвычайно важен. Это блок, так называемый, социальное казначейство. В 2023 году предусматривается слияние Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. То есть, это будет единый фонд, единая такая организация, социальное казначейство, оно будет называться, где будут сосредоточены все виды социальной поддержки граждан, все виды пенсионного обеспечения и так далее. Здесь пройдет сплошная цифровизация, то есть, все это будет доступно в едином формате через одно окно. Дальше очень важный, с моей точки зрения, инициатива, проект. Это профессионалитет, это новая система среднего профессионального образования. Ну, в Советском Союзе профессиональное образование осуществлялось через профтехучилища, через техникумы. Потом это все техникумы и училища превратились в колледжи, университеты и академии, и профессиональное образование на этом приказало долго жить. Вот сейчас оно будет возрождаться. Далее, следующие проекты, это поддержка креативных индустрий. Ну, я не знаю, каких индустрий креативных. Это медицинская наука, это отдельная тема. Спорта и миграции. Вот миграции у нас, мы сползаем в демографическую яму, Россия. У нас не хватает рабочих рук, и будут привлекаться мигранты. Я думаю, из Англии они не хлынут, а вот что касается стран Средней Азии, этих мигрантов надо адаптировать, обучать и так далее. Вот в рамках вот этой программы они и получат вот это обучение и адаптацию. Следующий блок, он называется так, технологический рывок. Это очень хорошо. Здесь 135, десятых миллиарда госбюджет, 118,7 фонд национального благосостояния. Что здесь? Программа создания малых атомных реакторов. Может быть, мы забыкали что-нибудь, тут какой-нибудь реактор и получил. Водородная энергетика. Создание электромобилей. Вот у нас с ее мобилем не состоялось у Прохора. Вот тут, наверное, у нас, ну, ее-моем, мобиль появится. Я надеюсь. Поддержка передовых инженерных школ. И, наконец, очень интересный тут пункт. Это университетское технологическое предпринимательство. То есть, в университетах будут создаваться технологические центры, научно-технические центры, которые будут заниматься новыми технологиями на основе уже предпринимательских каких-то действий. Следующий блок – это строительство. Он предусматривает 42,4 миллиарда из госбюджета, 54,2 фонд национального благосостояния, 105 миллиардов планируется за счет выпуска гособлигаций. То есть, государство берет взаймы, под проценты, конечно, берет взаймы, у населения деньги, и вот направляет эти 150 миллиардов на цели строительства. Какие цели? Они несколько отличаются от того, что вот у нас до сих пор воспринималось. Это цифровизация, национальная система производственных данных. То есть, вот все производства должны быть уложены в некую систему производственных данных. Изменение правил промышленного строительства, изменятся СНИПы, нормативы строительства. Ну, и пойдут определенные деньги на инфраструктуру. Следующий блок – это экологический блок. 73 миллиарда 100 миллионов рублей предусматривается на следующие цели. Это морские порты. Вот тут самый такой значительный объем финансирования и объем работы – это подъем затонувших кораблей. Потому что морские порты у нас в значительной степени забиты старыми судами, которые ржавеют, гниют в этих портах. Вот предлагается порты очистить из вот этого блока, проекта. Дальше очень важный пункт – это возобновление, создание по новой материальной базы государственной геологии. Потому что частные фирмы занимаются частными делами, а геологические изыскания, геологическая работа с перспективой на дальний горизонт – вот здесь необходимы государственные финансирования. Но под него материальная база соответствующая должна быть. И, наконец, очень интересный проект. Это проект по упаковочной таре. Моя точка зрения далеко не маловажная, потому что весь мир уже отказывается от пластиковых упаковок, пластиковых пакетов и так далее, которыми мы завалились. Вот в рамках вот этого проекта эта работа будет осуществляться. Пятый блок – это цифровизация. 17 миллиардов госбюджет, 61 примерно миллиард с фонда национального благосостояния. Это следующие виды. Цифровые услуги населению, космический интернет. И вот очень интересный блок такой. Подготовка кадров старшеклассников и студентов. Здесь планируется следующее. Подготовка к их работе в IT-технологиях. 240 тысяч старшеклассников в течение двух лет должны проходить дополнительную подготовку. И 75 тысяч студентов. Вот так вот выглядят эти инициативы. Ну, отдельно там небольшой строкой значится такое. 5 миллиардов рублей госбюджета на повышение уровня доверия к властям. Я думаю, что без 5 миллиардов тут доверие как-то плоховато повышается. Вот так выглядит вот эта вся программа, эти все инициативы. В общем, мы согласно вот этим инициативам пойдем вперед. Ну, не семимильными шагами, но быстро-быстро. Вот так выглядит идея правительства. Ну, это что касается перспективы. А вот давайте разберемся, что у нас происходит с финансированием на сегодняшний день. А вот, начиная с 2020 года, Минфин предоставлял очень большие кредиты на поддержку регионов по пандемии, по коронавирусу. Большие кредиты представлялись на замещение коммерческих кредитов, то есть кредиты бюджетные, кредиты Минфина были под 0,1% и замещались коммерческое дорогое финансирование. А потом мы должны были, ну, регионы вернуть это средство в госбюджет. Тогда по инициативе президента Минфин очень интересный подход выработал. Он сказал так, вот давайте, представляете, интересные, значимые инвестиционные проекты. Вот тогда мы вот эти деньги не будем забирать у регионов, не будем, как бы, изымать их. А они будут отправляться по совершенно льготным инвестиционным кредитам вот на цели инвестиций. Представляете проекты? Буквально недавно вышло, значит, решение Минфина о том, как будут распределяться вот эти деньги. Сумма немалая. Вот на этот год 500 миллиардов рублей пойдут под инвестиционные кредиты. Из них Москва получит почти 82 миллиарда, Московская область более 25 миллиардов, еще 62 миллиарда получает Московская область на реструктуризацию бюджетных кредитов, то есть их будут переоформлять, и Санкт-Петербург получит 24 миллиарда рублей вот из этих денег. Итого по вот этим трем регионам, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 200 миллиардов рублей, ну, около того, то есть примерно 40% от всего объема. Ну, почему? Почему вот такое распределение денег? Давайте разберемся. Минфин говорит следующее, что мало проработанных инвестиционных проектов. Регионы плохо работают с деньгами. А вот давайте все-таки посмотрим, что у нас происходит, и почему Минфин особое внимание уделяет вот этим трем регионам. А вот посмотрите, валовый региональный продукт регионов. Москва из общего российского объема экономики занимает 35%, Москва. ДФО 6,2%. Налоги. Москва от общего объема налогов, поступающих в федеральный бюджет, Москва собирает 25% общего по стране, а ДФО 2,2%. Рост ВВП, ну, о чем, казалось бы, у нас много говорили, хвастались, что вот мы тут вот там пойдем быстро-быстро. А вот смотрите, значит, за 2017-2019 год суммарно Уральский федеральный округ вырос на 9,1%. Значит, Центральный федеральный округ, ну, в том числе и Москва, на 6,6%, а Дальневосточный федеральный округ вырос на те же самые 6,6%. Вот вам все институты развития ТОРы, свободные порты и так далее, и так далее. И вот так вот это у нас складывается на сегодняшний день. То есть Минфин как бы определился по значимости проектов, по отдаче этих проектов и так далее. А вот то, что регионы деньги используют плохо, деньги используют, как бы говоря, не очень эффективно. Вот смотрите, Александр Михайлович Осипов в интервью ЧГТРК 18 июля, он фактически полностью поддержал позицию Министерства финансов. Я процитирую его дословно. В краю не умеют эффективно использовать выделенные правительством деньги. Например, выделили 188 миллионов рублей на подготовке к осенне-зимному природу. На сегодняшний день, то есть вторая половина лета уже, законтрактовано только 70%, а выполнено практически близко к нулю. Вот так к зиме готовимся. И далее, Александр Михайлович продолжил. Это тысячи людей на тысячах объектов, которые не умеют работать и не умеют управлять. То есть, действительно, видимо, Минфин здесь прав. Продолжим разговор на эту тему и министр жилищно-коммунального хозяйства Илья Золотухин, министр жилищного хозяйства Края. Он сказал следующее, что у нас кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций выросла на 528 миллионов до почти 3 миллиардов. Большую роль сыграла неполная выплата правительством региона межтарифная разница, о чем мы в наших передачах не раз и не два уже говорили. Отключены 77 котельных в 14 районах. Вот так вот это у нас происходит. И вот в связи с этим мне бы хотелось задать один вопрос. Если вот у нас таким образом и вот так мы используем деньги на текущие цели, то как мы будем осуществлять те инициативы, которые разработаны правительством? Вот об этом наша сегодняшняя передача, об этом хотелось поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова